Всем привет, с вами Леша и сегодня мы познакомимся с довольно нашумевшей оболочкой для бюджетников под названием Android Go. Философия этой оболочки, слабая нагрузка на процессор и экономия места, трафика, а также батареи. Именно поэтому мы раздобыли для вас бюджетный смартфон, который не особо исцелен по железу, но на котором по стоку установлена данная прошивка. Так что сегодня мы увидим ее в деле. Кстати, приобретая даже такие дешевые смартфоны, очень советую экономить с помощью кэшбэка. Лично я выбрал для себя Letyshops. Ну и на сайте синтетики вы можете найти ему достойных конкурентов и отслеживать падение цены на них. Все ссылки будут в описании. Итак, сходу вопрос. Сильно ли тут все урезано по сравнению с Android One? И к счастью, не так много, как могло бы быть. Иконки приложений у нас квадратные, да и по всей системе заметно, что дизайн тоже весь какой-то квадратный. Стандартные иконки выглядят проще и немного отдают стареньким андроидам. И основные гугловские приложения с пометочкой Go. Панель управления осталась такой же, а вот режим многозадачности изменился. Приложение в нем расположено не друг за другом, как в Android One, а поочередно. И анимация тут минимальна. Но что мне очень понравилось, так это то, что кнопка очистить все приложения находится не в самом верху списка, до которого еще нужно долистать, а внизу поверх всех запущенных приложений, что немного упростит процесс закрытия их всех одновременно. В шторке появилась иконка экономии трафика, и это удобно, ведь теперь ее можно включить прямо тут. Да и добраться к ее настройкам можно очень быстро. Окей, теперь пройдемся по основным приложениям. Первое это Google Go. В нем вы можете найти переводчик, погоду и другие сервисы веб-версии, а также предлагаемые приложения на разную тематику. Google Почта практически не изменилась, чего не скажешь про карты. Интерфейс значительно проще стал, но к счастью, все необходимые основные функции тут есть. Google Assistant тоже урезали, как минимум тем, что тут пока небольшой выбор языков. Да и по интерфейсу, думаю, вы все видите сами. Ну и наконец, самая нашумевшая прога из этой оболочки. YouTube Go. В нем тоже много чего нет. Самое болезненное для меня это отсутствие разделов подписки, но зато можно глянуть превью каждого видео в виде гифки, а также увидеть, сколько трафика съест просмотр видео. И по идее можно их скачивать и в специальном разделе передавать друзьям, у которых тоже YouTube Go. Но какое бы видео я не пытался скачать, мне пишут, что автор не разрешает мне этого сделать. И скорее всего проблема это из-за нашего региона, так как даже ролики, которые гугловцы качали на презентации Android Go, у меня тоже недоступны. А в настройках своих роликов кнопки о разрешении скачивать наше видео мы не нашли. Зато в приложении Files Go тоже есть функция передачи файлов, и она тут, к счастью, работает. Что лишает потребности устанавливать всякие Shareit и Middrop. Кстати, в Files Go также можно почищать ненужные файлы и мусор. И реально оболочка не приносит какого-то дискомфорта, ведь по сути, если вам нужны обычные версии этих приложений, то добро пожаловать в Play Market. Так для каких же смартфонов она? Как говорили на самой презентации, оболочка предназначена для смартфонов до 100 долларов со слабой начинкой, как к примеру в General Mobile GM8 Go. И немного о нем. Комплектация такая же, как и в GM8, можете глянуть обзор у нас на канале, чтобы не повторяться, ведь тут все то же самое. Сам корпус, бюджетнее некуда. Все из пластика, такого же низкокачественного, как и в GM8. Да еще и крышка снимается, под которой съемная батарея и слот под одну SIM и microSD. Old school прям. Ну и сканер отпечатков пальцев сзади, а вот спереди HD+, экран 5,5 дюймов, соотношением сторон 18 к 9. Чуть меньше, чем GM8, а так он точно такой же. Чего не скажешь про оперативную память в 1 гиг и процессор Mediatek 6739. Честно? Жесть. Глючит даже менюшка, я уже молчу про игры. В танках на средних настройках FPS ниже 15, а то и 10, а на низких 30-35, что в принципе играбельно. Но это первый смартфон, на котором я захотел запустить сверхнизкие настройки, как по мне это самый отчаянный шаг. Про PUBG сказать нечего, так как он тут даже не запускается. Ну и по автономности, сравнивая с тем же Redmi 6 Pro, видим вот такую разницу. Правда не могу не подметить, что и батарея у них с разницей в 500 мАч. Зарядка более-менее быстрая, 32% за полчаса, а вот звук что в наушниках, что с динамика так себе. Короче, бюджетик он еще тот. Вот вам подтверждение сравнения фото с Redmi 6 Pro. По детализации наш боец проигрывает, как и по картинке в целом. Тут одна основная камера, в отличие от Redmi 6 Pro, но при этом есть в боке режим, хоть и с кучей ошибок. А за фронталку я вообще, пожалуй, промолчу. Тут вы все видите сами, так что давайте лучше проверим, что у него по видеосъемке. Так, друзья, теперь видео, извините немножко, что у нас такой рабочий бардак. Смена экспозиции. Видим, она происходит довольно быстро. Хорошо. Фокус, автофокус. Вот автофокус как-то подтормаживает чутка. Так. Да, есть, есть немножко затупы. В ролик у нас, как видите, Full HD. Звук слышите сами, теперь прыжки. Ну, как-то вот так вот. Переходим к итогам. Итог. Android Go. Очень интересная идея в нем лежит, которая, думаю, найдет своего потребителя. Но не в наших странах уж точно. Так как у нас хоть и не везде есть интернет, но с ним не так все туго, чтобы видео из YouTube перебрасывать друг к другу. А вот по GM8 Go скажу вот что. При его цене в 142 доллара ему просто позор быть с таким железом, пластиковым корпусом и HD-экраном. Потому что тот же Redmi 6 Pro, который лучше его абсолютно во всем, стоит 140 долларов на момент записи этого видео. И я не понимаю, на что надеется General Mobile. Но в любом случае, я надеюсь, видео для вас было полезным. Поэтому пишите в комментариях, что думаете про Android Go. И до скорого.